Сегодня мы находимся в зале 1877 БЖЖ Я могу показать, там не совсем стандартный гард Обычно люди любят работать в лапел гард с дальним лапелом Я эту работу делаю с ближним лапелом Это позволяет мне очень хорошо отключить одной из ног соперника И я чувствую себя более маневренным И оттуда у меня несколько атак И одна из них это как раз Когда я левым крючком хватаю дальнюю ногу И человек просто встает И дальше я уже там ищу или спину Или возможно я сингл лэг пойду И у меня там уже есть возможность Немножко попридумывать Маш, покажешь свой Нестандартный вид гарда Смотрите Для этого гарда мне нужна лапела Обычно я начинаю работать его здесь Ну то есть в обычной долариве Здесь на самом деле доларива существует крайне много проходов И примерно каждый кто борется Примерно понимает как проходить долариву Потому что это очень распространенный гард Соответственно все умеют его проходить Особенно быстро у меня здесь возникают проблемы с быстрыми ребятами Которые постоянно двигаются в разные стороны И я хочу их немного начать сковывать За счет чего я их сковываю Я здесь правой ногой толкаю Сажусь Если лапел был заправлен Я его открываю И передаю в эту руку А здесь смотрите Это уже сковывает его поясницу Но я хочу еще этот захват усилить Что я делаю? Я хватаю здесь чуть повыше И двумя руками натягиваю еще ниже здесь И левой рукой видите я тяну Чтобы еще больше куртки вытащить И за счет этого он будет еще более согнутый Здесь тебе уже не комфортно Здесь тебе уже хочется выпрямить поясницу У тебя начинает поясница затекать И ты больше думаешь не то, как тебе меня проходить А то, как здесь восстановиться, выпрямиться И быть в более комфортной позиции А здесь смотрите, как мне нравится работать Я обычно здесь правой рукой перехватываю И мне видите крючок долларива уже не нужен Этот крючок заменяет моя правая рука Правой ногой я люблю контролировать дистанцию здесь Мне сейчас не очень хочется, чтобы человек вставал ногой сюда Тогда у него будет возможность хавгард Хавгард не навязывать Я сейчас в данный момент не хочу хавгард работать Смотрите, какие отсюда у меня есть атаки Если мне получилось достаточно широко здесь ноги Раздвинуть его Потому что тут очень большая площадь То смотрите, какой свип я могу делать Простейшее техническое вставание Мы еще в зале называем это свип-ковш Смотрите, у меня левая рука стоит на ковре Свою правую ногу я также ставлю на ковер То есть у меня две опоры Моя левая рука и правая нога Что я делаю дальше? Обычное классическое техническое вставание Я свой таз поднимаю вверх И левой ногой, как ковшом, ногу его Ногу его заношу назад за себя Здесь получается свип Если он так упал, мне не очень нравится Здесь нам придется отпустить вот этот захват И уже хавгард его растягивать Мне очень здесь нравится поймать движение Когда после свипа у меня получается Видите, его ноги сюда сбить Это вообще идеальная позиция Как я обычно поступаю Мне здесь нравится человека чуть-чуть посушить Дальше, когда он здесь устанет криветить То есть ему здесь крайне тяжело будет из этой позиции выходить Потому что, обратите внимание Я его продолжаю сковывать и ногу, и поясницу И ему крайне сложно руками здесь работать Потому что его плечи из-за того, что я стягиваю курткой Тоже крайне скованы Отсюда я немного подожду Пока он подрыгается, устанет После этого спокойно зайду в сайт-контроль И смотрите, в чем еще плюс этого захвата Я в сайт-контроле могу до сих пор его не отпускать Чтобы было тяжело на меня разворачиваться Вот, то есть он разворачивается И опять сложил Развернется опять Окей, не надоест его складывать Я встречу его колено на животе То есть, примерно такая работа Второй вариант, который я делал в схватке Мне почему-то было удобнее его именно делать Здесь Я заходил здесь И бывает такое Бывает такое Когда у человека правая нога Ну, я чувствую, что она слишком тяжелая Когда на ней очень много веса Я понимаю, что, возможно, здесь Я этим ковшом ногу не вытащу Как, например, сейчас То есть, когда вес тела идет в меня Что я здесь делаю? Я здесь ложусь фронтально Чтобы у меня левая нога была свободна И вот за счет такого махового движения Задаю амплитуду И вот, левой ногой ловлю уже дальнее бедро Здесь, соответственно, тебе уже сложно двигаться Потому что я... Ну, ты застрял здесь Здесь эту ногу я держу за счет лапела Дальнюю ногу я держу своей ногой Что я делаю дальше? Я хватаю или штанину, или ногу Что я делаю дальше? Смотрите, как сейчас работают мои колени Я свое правое колено вставляю в коленный сгиб А левой ногой цепляю голень И обратите внимание Я контролирую человека сзади При этом контролирую его две ноги У меня отсюда две опции Я могу уйти в очень хороший свип Сейчас объясню, почему он хороший Давайте с него начнем А здесь мне эта лапа уже не нужна То есть, мне этот контроль уже не нужна у поясницы Я правой рукой буду хватать за пояс Если пояса нет, он там сорвался в схватке По какой-либо причине я просто хватаю за кимоно Либо, если позволяют правила И соревновательная схватка Я схвачу прямо за штаны Что я делаю дальше? Я правой рукой просто тянул вниз И ногами подстраиваюсь под движение Смотрите, как это выглядит Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Здесь заваливаю Если он руку выставляет, мне придется продавить И в конце концов обратить внимание, где я окажусь Я здесь окажусь прямо в лэк-дрейке То есть, здесь то же самое Я могу его раскатать, посушить Подождать его креветок, пока он устанет И в конце концов Спокойно пройти в сайд-контроль А заработать еще 3 балла Это первая опция с этой позиции Вторая опция какая Я здесь толкаю Точно так же натягиваю лапел Перехватываю здесь Опять, чувствую, что он очень много веса на этой ноге Я ее никак не вытащу Опять, левой ногой создаю здесь амплитуду движения Закручиваюсь Хватаю за дальнее бедро Захожу в эту позицию Опять же, могу выполнить сейп, который я до этого показывал Но сейчас я хочу забирать спину Здесь схвачу его за пояс Теперь смотрите, я буду менять положение правой ноги Оп Вставил сюда И левую ногу вставил сюда Здесь я Чтобы быть уверенным, что у меня никуда не бежит Продолжаю контролировать его штанину После того, как я здесь вставил две ноги Понял, что все нормально Я здесь схвачу второй рукой пояс Натяну руками Оттолкну ногами И пойду забирать спину Также возникает ситуация Когда мы выходим в это положение И человек отсюда встает в высокий парк На две руки На ногах, на две руки Да То есть здесь, смотрите, тяжело правой рукой на себя затащить И тяжело здесь спину забирать Потому что он так стоит Что я делаю в этом случае Я правую ногу ставлю на мат Встаю И просто буду сбивать его с этой позиции Забирать два балла И если он попадет в черепаху То, соответственно, уже буду пытаться забирать спину из черепахи Спасибо Я еще несколько раз ощущал технику Я не мог понять Ну, прям полностью Также ты закидывал мою ногу себе на плечо А, это у тебя ошибка просто Прям Это ошибка была Вот я группу вел 8.30 вечернюю Там вообще никто не умеет Защищаться от эксгарда И проходить эксгард И они допускают эту ошибку Из-за которой я постоянно могу атаковать тебя в эксгарде Как свипами, так и бэктейками Давай посмотрим Здесь, когда людям трудно Начать проходить эксгард Ну, вот как ты эксгард обычно проходишь Можешь показать? Нет, ну вот эту ногу нужно ставить Да, да, да Это правильный подход Чтобы чистить мои две ноги И сделать бэкстеп Уже оказаться здесь И меня как-то продавливать Это правильный подход Ну, из-за того, что я не знаю Возможно, ты растерялся Возможность Ну, условно говоря Ты знаешь, но почему ты делал эту ошибку Просто не надо совершать Потому что смотри, что возникает Когда ты ставишь колено мне на живот Ты, как сказать Не прилагаешь усилий для прохода гарда То есть, сейчас мой гард зациклен на моих двух крючках На этом крючке и на этом крючке То есть, когда ты ставишь колено Ты ничего не делаешь после чистки этих крючков Но при этом даешь невозможность атаковать Почему? Потому что вот с таким захватом Мне на самом деле свипануть и забрать спину гораздо тяжелее Что ты делаешь, когда ты ставишь колено мне на живот Ты создаешь вот это пространство вот здесь вот За счет него я могу взять Или вот этот захват И пойти в классический свипс Либо пойти в бэк тейк Как он выглядит? То есть, ты поставил колено мне на живот Да, я здесь чуть схватил И схватил здесь две штанины А что я делал в схватке? Я за счет двух рук Переставлял твою ногу вправо И нырял туда головой Хоп И вот такая ситуация получалась Здесь я могу как тебя свиповать влево Так и уходить в бэк тейк Все, понял